Привет, меня зовут Павел Абасов и в этом видео я тебе расскажу про налоги с акций иностранных компаний. Я тебе расскажу как платить налоги, покажу тебе как заполнить и подать декларацию 3НДФЛ. Ну и вообще максимально просто покажу как это все делается, потому что блин, все мы любим получать дивиденды, но мало кто хочет платить налоги с этих самых дивидендов. И кто бы что ни говорил, но налоги платить надо, потому что такие правила, такие законы. И если мы не будем платить налоги, то рано или поздно к нам постучатся в дверь ку добрые люди, FBI, OpenAdore и так далее, и спросят, а что-то ты вот зарабатываешь деньги, налоги не плачешь. Поэтому вот в этом видео я тебе покажу как платить налоги с акций иностранных компаний. В общем в этом видео ты все узнаешь, поэтому из тебя царский кресткий лайк. Я желаю тебе приятного просмотра. И я себя специально уменьшу. Так, секундочку, вот все, я себя специально уменьшаю. Итак, нам понадобится несколько вещей. Во-первых, личный кабинет налогоплательщика. Ссылочку я оставлю внизу в описании под видео, если ты вдруг не знаешь как его искать. Что ты делаешь? Во-первых, заходишь в этот кабинет, например, через сайт госуслуги, либо регистрируешься, в общем, заходишь по своим контактным данным. После чего откладываешь этот сайт в сторону. Дальше тебе понадобится отчет брокера. То есть отчет, в котором содержатся все выплаты от иностранных компаний, если ты вкладываешься в иностранные компании. Если же ты инвестируешь только в акции, например, российских компаний, либо держишь фонд или покупаешь облигации, то в принципе эти действия тебе не нужно будет делать. Потому что брокер сам у тебя удержит комиссию, например, 13% с дивидендов по акциям российских компаний, либо 15% вроде бы процентов, если ты получаешь купоны и выплаты, превышающие ставку ЦБ. Однако не стоит забывать, что некоторые российские компании зарегистрированы далеко не в России и платятся дивиденды с других стран. Например, если мы возьмем компанию Росагра, вот смотри, мы вбиваем в гугле «Сторона эмитента Росагра». И так-то да, De Jura – это российская компания, но де-факто эта компания зарегистрирована на Кипре, и тебе с Кипра приходят дивиденды. И, соответственно, ты должен платить налоги с этих дивидендов. И перед тем, как я тебе покажу, как все это заполняется, еще немножечко информации. Смотри, для того, чтобы платить меньше налогов, тебе необходимо будет заполнить специальную форму W8B, как-то так она называется. Потому что, если ты не заполнишь данную форму, то брокер будет с тебя удерживать не 13%, а 30% налога со всех поступающих дивидендов выплат. Само собой, речь идет именно о выплатах, поступающих из-за рубежа. Но когда ты заполнишь данную форму, брокер будет удерживать 10%, а 3% тебе нужно будет самому доплатить. Однако, не стоит забывать, что налог с дивидендов везде разный. Где-то он 3%, где-то 10%, где-то 13%, где-то 15%, а где и все 30%. Все это зависит от компании и где они зарегистрированы. То есть, где находится страна имитента. Но пока что не забивай этим голову. Итак, обо всем по порядку. Я захожу на свой брокерский счет в Тинькофф Инвестициях. Кстати, если у тебя до сих пор нет брокерского счета в Тинькофф Инвестициях, то можешь это сделать по ссылочке, которая находится внизу в описании под видео. Там находится ссылочка на открытие брокерского счета. Почему же я рекомендую? Во-первых, я с этого получу некоторый бонус, если ты зарегистрируешься по моей ссылочке. Но я думаю, это и так понятно. Но все же, почему я рекомендую? Во-первых, мне нравится Тинькофф как брокер. Да, само собой. Тут есть и свои минусы. Например, большие комиссии. Но плюсов на самом деле очень много. Это хорошее приложение, мобильное приложение для инвестиций. Хороший удобный терминал. И хорошие отчеты брокера. Потому что, когда мы будем подавать декларацию 3NDFL и заполнять все эти выплаты, ты увидишь, насколько Тинькофф удобный брокер. Ладно, я захожу в брокерский счет Тинькофф инвестиций и выбираю справки и отчеты. Нажимаю сюда и перемещаюсь на справки и отчеты. И тут нам надо будет найти, сейчас себе покажу, вот справка о доходах за пределами РФ за 2021 год. Это тот год, за который мы будем подавать данную декларацию. Нажимаем на кнопочку скачать. И у нас скачивается отчет, где отображаются все выплаты от всех моих компаний, от всех дивидендов, которые я получал. И самое интересное, что тут показывается страна имитента, например, США, Тайвань, Франция, Ирландия и так далее. То есть Тинькофф нам сам подсказывает все эти страны. Потому что многие другие брокеры такую информацию не предоставляют. И тебе нужно будет самому искать, где зарегистрирована та или иная компания. Как я уже говорил, например, вбиваем в поиски Google страна имитента Росагра. Да, вроде бы компания российская, но зарегистрирована в Кипре. Что ж, мы разобрались с болтовнёй, я тебе рассказал всю информацию и теперь приступим к практике. И сейчас я тебе покажу, как правильно подать и заполнить декларацию 3НДФЛ. Итак, переходим в личный кабинет налогоплательщика, спускаемся пониже и выбираем жизненные ситуации. Нажимаем. Далее нажимаем подать декларацию 3НДФЛ. Нажимаем. Перемещаемся на налоговую декларацию физических лиц 3НДФЛ. Выбираем так. Представить декларацию за 2021 год. Выбираем тот год, за который мы будем подавать декларацию. Вы впервые подаете декларацию за выбранный год? Нажимаем да. Являетесь ли вы налоговым резидентом Российской Федерации? Я живу в Российской Федерации, я налоговый резидент РФ, поэтому я ставлю галочку. Нажимаем на кнопочку далее. Опускаемся чуть-чуть пониже и выбираем за пределами РФ. Дальше нужно добавить источник дохода. Нажимаем и тут нужно добавить все источники дохода. Что это значит? Смотри, у нас есть выписка от брокера со всеми полученными дивидендами. И первое, что нам нужно, это наименование цены бумаги. Копируем и дальше возвращаемся в личный кабинет налогоплательщика. Выбираем источник дохода номер 1 и вносим сюда наименование компании, по которой нам пришли дивиденды. Далее, страна источника выплаты. Возвращаемся в отчет, пишется США. Пишем код 840. Это код США. Выбираем. Далее опускаемся пониже и выбираем код дохода. У нас код дохода это 1010. То есть дивиденды. Выбираем. И дальше. Предоставлять налоговый вычет. Я выбираю не предоставлять вычет. Далее, сумма дохода в валюте. Сюда необходимо указать сумму до удержания налога. В данном случае это 0,90 центов. То есть вносим 0,9. Далее, дата получения дохода. Тут очень важно. Смотри, тут есть две даты. Во-первых, дата фиксации реестра, например, 15-12-20 года и дата выплаты. А в эту строчку, в даты получения дохода мы вносим именно даты выплаты. То есть конкретно то число, в которое мы получили дивиденды. В данном случае это 18-01. Так, копируем эту дату и сюда прям вставляем. Вот 18-01-2021. Дата выплаты налога тоже самое. То есть 18-01-2021. Опускаемся пониже. Сведения о валюте дохода. Возвращаемся опять в отчет брокер. Итак, валюта USD. И сюда вносим. Выберите валюту. Вносим сюда 840. Это код США. Все. Опускаемся пониже. Ставим галочку определить. Курс автоматически. И смотри, если мы поднимемся повыше, тут сумма дохода в рублях по курсе B. Видишь, 66 рублей 19 копеек. Сумма сама рассчиталась. То есть теперь не нужны никакие Excel таблицы, чтобы все это считать. Потому что тут все посчитается за тебя. Ну и последнее это сведения о налоге, уплаченном в иностранном государстве. Переходим в отчет брокер и выбираем этот столбик. Сумма налога, удержанная агентом. В данном случае это 9 центов. Ну и соответственно пишемся 0,09. Все. Жмем на кнопочку добавить источник дохода. Далее выбираем источник дохода 2. И заполняем. Итак, наименование ценной бумаги. Копируем и вставляем. Это Тайвань. Семикондуктор. Мануфактуринг компани ЛТД. Дальше страна источника выплаты. Смотрим. Это Тайвань. Это код 158. Вот. Видишь 158. Тайвань, Китай. Опускаемся ниже. Код дохода. Это 10,10 дивиденды. Выбираем. Дальше предоставлять налоговый вычет. Не предоставлять. Дальше опускаемся. Сумма дохода в валюте. Смотрим. Это 0,45. Видишь сумма до удержания налогов. 0,45. И соответственно сюда пишем 0,45. Дальше. Дата получения дохода. Смотрим. Это 27,01,21. Копируем. Вставляем. Сюда тоже вставляем. Сведения о валюте дохода. Смотрим. Это доллары. И соответственно вносим сюда. Это 840. Видишь. Доллар США. Выбираем. Так. Определить курс автоматически. Все это рассчитывается. И дальше сумма налогов в иностранной валюте. Так. Смотрим. Сумма налога удержанного агентов. Это 9 центов. Соответственно заходим и пишем 0,09. Все. Заполнили. Добавить источник дохода. И соответственно по каждой этой выплате мы заполняем новый источник дохода. То есть добавляем источник дохода по каждой выплате. По каждой. Само собой я тебе не буду показывать как я заполняю каждую выплату. Потому что на это уйдет не один час. Я это сделаю вне записи. И по щелчку пальца я вернусь. Ух. Можешь меня поздравить. Потому что я заполнил дофига страниц. Давай переместимся в самый-в самый низ. В общем я это все заполнил. Ужас. Сколько. Много-много-много десятков страниц. Ужас. 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 Это я все заполнял много-много времени. Итак. После того как я заполнил все эти дивиденды. Я нажимаю на кнопочку далее. Это все у нас заполнилось. Так. Стоп. Вот. Видишь. Если мы что-то забыли заполнить. То нам подсказывается. Например. Не заполнили. Обязательно поле. Я выбираю галочку. Все. Вроде бы. Вроде бы. Вот сейчас. Надеюсь я что все заполнилось. Нажимаю на кнопочку далее. Все. Отлично. Мы все заполнили. У нас все учтено. Итак. Вычеты. Тут мы можем оформить специальные вычеты. Например. Если у нас ИС. Либо если мы хотим имущественные. Налоговые вычеты. Я никакие вычеты не буду делать. Галочки не буду ставить. Я просто нажимаю на кнопочку далее. Так. У вас нет доступной переплаты. Отлично. Все. Нажимаем на кнопочку далее. Это все загружается. Так. Итоги. По итогам предварительного расчета. Определена сумма к оплате 198 рублей. Так. Отлично. Тут можно кстати нажать и почитать как сформировалась эта сумма. И дальше. Сформированные файлы. Тут можно нажать и посмотреть свою декларацию. Она будет выглядеть достаточно очень в таком не считаемом виде. Если интересно. Можно нажать на PDF. Например. Сохранить это все и посмотреть. Но я это не советую делать. Чтобы зря не тратить время. Так. Прикрепите подтверждающие документы. Отлично. Нажимаем на добавить документ. И выбираем отчет брокера. Из которого мы заполняли все эти данные. Открываем. Все это у нас загружается. Видишь у нас все это загрузилось. Мы нажимаем на кнопочку применить. И у нас документ загрузился. Отлично. Все. А документ у нас загружен. Далее вводим пароль к сертификату электронной подписи. И нажимаем подтвердить и отправить. Так. Нажимаем. Все это загружается. Готово. Ваша декларация за 2021 год. Вместе с приложенными документами. Будет направлено в налоговый орган. Так. Отлично. Камеральная проверка проводится в течение трех месяцев. Статус проверки. Можно отслеживать в разделе сообщения. О состоянии расчета в разделе мы налоги. Обращаем ваше внимание. Что срок уплаты налога на доходы 15 июля. Отлично. В течение трех месяцев все это проверится. И нам нужно будет до 15 июля заплатить налоги с этой декларации. Ну либо оплатить сейчас. Я эту кнопочку не буду нажимать. Потому что возможно будут какие-то ошибки. Возможно я что-то не так заполнил. Именно поэтому я не буду нажимать кнопочку оплатить сейчас. Я просто закрываю. Все отлично. Но дальше в разделе сообщения. Так заходим. Итак два сообщения. Видишь нажимаем например. Так и смотрим. Статус создан. Дата регистрации. Так вложение. Все. В общем на вкладке сообщения можно будет посмотреть все сообщения. И посмотреть когда твоя декларация загрузится. Обработается и так далее. Но потом же на главной странице будет вот тут висеть сумма. Сейчас у меня у вас нет неоплаченных налогов и задолженности. А когда твоя декларация обработается. Тут будет конкретная сумма. Ты на нее нажмешь и оплачешь все свои налоги. Обращаю внимание что налоги нужно оплатить до 15 июля. Это очень важно. Потому что если ты не оплачешь налоги. Будут начисляться пени. И соответственно никому это не нужно. Вроде бы все. Я тебе рассказал все про налоги с дивидендов по иностранным акциям. И само собой я тебе показал как правильно подать и заполнить декларацию трендов. Если видео оказалось полезным. Пожалуйста поставь лайк и поддержи меня. Если после просмотра такого подробного видео у тебя остались какие-то вопросы. То не стесняйся. Пиши внизу в комментарии. А я постараюсь на них ответить. Также внизу в комментарии пиши свою обратную связь. Понравилось тебе видео? Не понравилось? Что возможно мне стоит улучшить? Исправить? И так далее. Я читаю все комментарии. И всегда нормально отношусь к конструктивной критике. Поэтому пиши комментарии. Не стесняйся. Но если вдруг. Если вот прям вдруг. Я что-то неправильно заполнил. Или что-то неправильно показывал. То пожалуйста. Дай мне знать внизу в комментарии. Но скорее всего я все заполнил. Правильно. Ну и кстати да. Внизу в описании под видео. Я ставлю ссылочку. Во-первых на открытие бронерского счета. Во-вторых ссылочку на подробные обучающие видео касательно инвестиций. Ну и в-третьих. Там внизу будет ссылочка на сервис для учета твоих инвестиций. Я сделал обзор крутого сервиса. Если интересно. Посмотри. Ну и само собой. Если тебе нравятся подобные видео. То подписывайся на канал. И оформляй спонсорскую подписку. Чтобы меня еще больше поддержать. Ну а на этом все. С тобой был я Павел Абастов. Увидимся в следующем видео. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok